Наши сперва... Мы договора заключали не с судом, а мы договора заключали с ним. И когда он нам обещал, когда первые годы он дал хорошо, и люди ему поверили, и даже депутатам его выбрали, потому что он сказал, склонялся, что вот с каждым годом хуже и хуже, выберите меня депутатом, и я смогу, у меня будет власть, у меня будет сила, я смогу укрепить наш колхоз. Люди ему поверили, скажите, что не так, все поверили, и мы дали ему голос в течение 4 лет, он еще больше. 50 килограмм может человек прожить, пенсионер, инвалид, может за 50 килограмм, 173 гектара земли, может этот человек 50 килограмм зерна выжить? Не может, не может. Вы знаете, что такое лекарство на данный момент, что такое больница? И вот люди сколько лет ждали, он был неприкосновенный, нет, нет, я договорю, он был неприкосновенный, он был депутатом. Сейчас, на данный момент, когда уже он ушел, он начал распродавать имущество, безбожно, коров продал, пчел продал, камаз продал, все, вот все люди, это правда? Правда, правда, металлгом, все правда, люди, он сам начал, он сам начал, он нам дал некоторым людям 60, потому что мы за Федора Никодимовича голосовали, и он вызывал нас в кабинет, он нас назвал алкоголиками, я могу взять кровь, пусть на всю жизнь, я на группе, я пол-литра шампанского, если выпила, он меня алкоголиком назвал, что мы собрались, вы тоже были на том собрании, вы видели, сколько там было людей, что там мало было людей, или мы были пьяными? Семь лет сам не платит налоги, и людям вот не дает свои земли. То есть вы хотите их индивидуально обрабатывать? Да, и кто индивидуально, кто дает кому-то, кто, чтобы обрабатывали. В чем вы видите нарушение его? Нарушение, потому что всячески вас председствует взятию нашей земли, земля же наша, он должен удовлетворить наши заявления. Что вы хотите от прокуратуры? Что хотим? Хотим, чтобы земли наши, у меня, допустим, лично у себя четыре квоты, я уже, наверное, лет шесть, ничего не дает. В прошлом году только по 200 килограмм, да, а так терпим, терпим. Он начал футболить людей из коллективного хозяйства, и в связи с этими люди начали сами отбирать свою землю и передать другому лидеру. И вот и все. Если бы он не в футболе людей, мы бы так и стояли, он так бы работал дальше. А так он сам виноват. Ради чего? Ради того, что его не выбрали депутат, не дали ему голоса. Потому что не заслужил за это, и не дали ему голоса. Все. Больше ничего не дали ему. Мы надеемся, пусть он прислушивается к закону, голоса народа. Больше ничего не надо с него. Почему он не приходит? Мы вызывали его, а он не приезжает в прокуратуру. Мы за это приехали, что и настаивали, чтобы он приехал, он работал по закону. Это народное требование. Больше ничего. Пусть он требует. Пусть он приходит и работает. Вы по какому поводу здесь? Тоже хочу свою долю брать. Вы сможете обработать? Ну, да, арендаторам тоже самое. Почему вас не устраивает сейчас? Не устраивает вообще. Десять лет уже ничего не дает. Хочу брать свою долю и имущество. Пусть он дает по правам. Мы больше не хотим. Над людьми вообще издеваются. Что вы хотите сказать прокуратуру? Мы хотим, чтобы он давал людям то, что люди хотят. То, что хотят, не то, что незаконно. Все по закону. Вы хотите, чтобы его обязала прокуратура? Да. Как вы хотите это сделать? Ну, по закону тоже все по закону. Все по закону. Мы его не угрожаем. У нас люди тоже, как сказать. Написали заявление? Да. Написали заявление, что каждый хочет свою долю. Не дает. Отписались. Кто отписался? Прокуратура. То есть было заявление? Заявление было. Они не среагировали. Они отписались. Вот у меня этот документ с собой я взял. Просто простая отписка. Почему? Потому что прокуратура тоже не хочет, скажем, мягко так разбираться в этом деле. Потому что тут партийные интересы преобладают. Вот и все. А у нас не должно быть партийных никаких интересов. У нас должны быть интересы закона. Вот все мы должны быть равны перед законом. И все. Больше ничего. А как вы думаете, прокуратура на стороне какой партии? Прокуратура? А что вы не знаете? На стороне какой партии? По крайней мере, не на стороне закона. Это однозначно. Никакого партия не надо. Тут надо иметь на стороне народа, чтобы было. Что народ требует? Он не требует, чтобы чужого взять. Он требует свое. Свою собственность. От тонущего корабля бегут крысы даже. У нас этот корабль уже тонет. И уже крысы бегают. Это крысы мы остались. Вот такие дела. Вы надеетесь, что ваш вопрос решится? А зачем? У всех решились. А у нас что, не будет решаться, что ли? Сегодня что будет? Забастовка или что? Это просто не забастовка, не транспорта нет у нас. Но просто требование. Требование в законном положении. Этот делает собрание. А после этого он решает, чтобы продать имущество. Спасибо.